Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Это программа «Якутк сегодня», а мы выходим одновременно и на телевидение, и радио национальной обещательной компании «Саха», режиссёры Марии Новгородова и Екатерина Голикова, а в студии ведущий редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Итак, в нашей сегодняшней передаче. Якутск, наш родной, один из старейших городов на Дальнем Востоке. Но, скажем так, он молодеет с каждым годом, и мы все, якутяне, а также и гости столиц, отмечают изменение облика нашего любимого северного города. О том, как власти Якутска планируют достигать комфортной жизни в столице, на порядок, скажем, качественнее, какие задачи они ставят перед собой и перед населением столицы. Вот для чего и был разработан трёхлетний план благоустройства нашего города. Ну, как ещё его называют в народе трёхлетка, трёхлетие благоустройства. И вот подробнее об этой плане мы поговорим в нашей сегодняшней телерадиопередачи в прямом эфире и с участием гостя нашей студии, исполняющего обязанности мэра города Якутска Евгения Николаевича Григорьева. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Рад вас приветствовать. Так, ну, я думаю, что, конечно, самое основное, безусловно, это то, что наши слушатели будут сегодня, надеюсь, принимать самое активное участие в нашем разговоре, в нашей беседе. Вот. И все ваши мнения, предложения, вопросы, которые поступят в адрес от Евгения Николаевича, вы можете сегодня всё это осуществить в течение практически 40 минут с небольшими уходами на рекламные паузы. Телефоны 32-00-66, 32-11-66. Итак, Евгений Николаевич, ну, что всё-таки послужило поводом, да, для принятия, разработки такой программы трёхлетней благоустройства и озеленения, скажем так, да? Всё-таки у нас и в те годы, где-то 7-8 назад тоже был год благоустройства, объявлялся. Всё-таки что ещё вас потолкнуло к разработке такого документа? В основу принятия решения было чаяние и желание граждан, которые ежедневно живут в нашем городе. И по проведённым нами опросу, по реакции, которая есть в социальных сетях, по обращениям граждан, мы фиксировали для себя основные проблемы, которые есть в жизни города. Безусловно, среди них есть два лидера. Это дороги и внутриквартальные проезды, дворовые территории. Что касаемо дорог, мы уже на протяжении двух лет отработали и продолжаем работать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И в рамках этого национального проекта в городе будет 204 километра дорог отремонтирована, реконструирована или построена. В результате проведённых работ 85% города в дорогах будет соответствовать нормативам. И вот стал вопрос о том, что же мы будем делать с дворовыми территориями. Понятно одно, то есть это в любом случае строительно-монтажные работы. Если мы говорим о массовых строительно-монтажных работах, то в рамках одного года сделать это нереально. Это должна быть программа, которая будет включать в себя и разработку проектно-сметной документации, и прохождение экспертизы, и сами этап строительно-монтажных работ. Плюс та скорость, которую мы строим. За прошедшее время, за несколько лет последних, в среднем 3-5 дворов в год ремонтировалось. В рамках программы формирования современной городской среды, в рамках прямого финансирования с муниципального бюджета. Где-то 3-5 дворов всего. И исходя из этого, стало понятно, что в том количестве дворов, которые есть сегодня в городе, с такой динамикой мы этот вопрос не решим. Поэтому было принято решение, чтобы к окончанию реализации БКД 24-му году максимально подтянуться с дворовыми территориями, внутриквартальными проездами. И для этого мы, собственно говоря, приняли решение, что в течение трех лет мы будем точно бить благоустройство. Чтобы к 24-му году иметь ощутимое изменение в качестве жизни города Якутска относительно благоустройства, дорог. Ага. Скажите, пожалуйста, а вот тогда назовите, какие муниципальные программы намечено осуществить тогда в рамках вот этой трехлетки? Вообще в рамках доведения средств на мероприятия будут задействованы 7 муниципальных программ. Большей частью деньги пойдут на дворовые территории, на асфальтирование внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Это пойдет через муниципальную программу формирования современной городской среды. Мы, понимая, что эта программа в принципе поменяется по своему определению, сделали перевод ее содержания с эксплуатационной на строительную фазу. То есть, если раньше программой формирования современной городской среды в городском округе ответственным лицом по реализации была служба эксплуатации городского хозяйства, эксплуатации, то начиная с этого года мы ответственным лицом определили департамент градостроительства, транспортной инфраструктуры и подведомственное учреждение им, это Главстрой. То есть, сейчас строители будут отвечать за конкретные строительно-монтажные работы, в том числе дворовых территорий. Если уходить в цифры, то в этом году из 180 миллионов порядка 140 пойдет по ФСГС. То есть, мы понимаем, что основная часть по ФСГС, но и в остальных программах, как комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, есть по программе «Светлая столица», есть по программе «Противодействие правонарушениям». То есть, там по семи программам уже более мелкие мероприятия расписаны. Но основной упор у нас, повторяюсь, это дворовые территории внутриквартальной проезда. Хорошо. Ну вот, вы уже назвали дворовые территории. А если конкретно, еще вот, Евгений Николаевич, такой вопрос. Вот в чем вы видите основную роль проектных офисов? Это тоже одна из основных таких фишек в реализации такой программы. Вообще, по своему определению, проектный подход необходим тогда, когда в определенное время необходимо достичь уже конкретный результат. У нас есть понимание наполненности деньгами этой программы. То есть, у нас общее финансирование порядка 600 миллионов на три года. На три года. Да, на этот год мы точно понимаем, что у нас 184 миллиона. Из них мы должны отремонтировать 15 дворовых территорий, часть мероприятий направить на озеленение, конкретное количество деревьев, кустарников. И мы понимаем то, что проще всего это будет делать и контролировать в проектном режиме, потому что реализация всех мероприятий включает взаимодействие многих структур. И вот поэтому для быстрого управления при достижении этих целей, они же, проектный подход здесь нужен, потому что это будет делаться большой командой людей, которые сформировались лишь для одной цели, чтобы быстро это сделать. Вот короткое строительное лето, строительный сезон, и мы за это время должны четко отремонтировать 15 дворовых территорий. В них включены в реализацию этого проекта не только структура окружной администрации, но и спонсоры. Сегодня у нас партнерами являются уже управляющие компании большие. Прометей Плюс будет участвовать, Солидарность. Это вот те управляющие компании, которые уже определились. У ЖКХ Сгубинская сегодня тоже практически определилась. Вот эти компании, они своими силами зайдут, и вместе мы наведем порядок в дворах, которые обслуживают эти управляющие компании. Плюс мы должны сюда учесть еще и прямых спонсоров, которые не имеют отношения к ЖКХ, но участвуют. Сегодня Арсен Томский и его группа компаний СНЭТ приняли решение, что выделят в этом году на благоустройство города 10 детских площадок. Общая стоимость 7 миллионов рублей. И вся вот эта организация того, чтобы все было вовремя сделано там, где надо, для этого создаются проектные офисы. Вот я вот как, скажем, житель пригородного, да, одного из пригородных сел, вот старые табаги, конечно, тоже меня тоже интересует. А как вот наши, вот в этой программе, какую часть занимают вот пригородные наши села, поселки? Для нас, в принципе, большой разницы нет, что пригород, что город. Да, у нас есть городской округ. Другое дело то, что во многих пригородах сегодня большая часть жилого фонда составляет ветхий аварийный фонд, многоквартирных дворовых территорий. Мы понимаем то, что в ветхих, ну, по большому счету, город ведет для себя политику уже на протяжении двух лет, чтобы признать все деревянное жилье аварийным. И, исходя из этого, мы понимаем то, что в течение 10 лет, там, до 32 года, мы для себя ставим стратегическую задачу избавиться от ветхого аварийного жилого фонда деревянного в принципе. Поэтому проводить капитальный ремонт в тех дворовых территориях, где у нас аварийное жилье, мы не будем. Мы будем поддерживающий ремонт, текущий проводить силами округов и пригородных территорий. Но вместе с тем мы понимаем то, что есть некоторые задачи, которые можем мы решать и будем решать. Это строительство больших спортивных площадок летних. Во всех пригородных территориях этим летом мы будем строить спортивные площадки тоже в рамках работ трехлетия благоустройства. Сегодня в Табаге мы с жителями приняли решение, что будем строить площадку, совмещенную с баскетбольной площадкой. Вот недавно вы гостили у Тулагина-Кильдямцев. Что люди говорят? Может, по этому поводу тоже какие-то вопросы есть, предложения? В принципе, у нас... У вас отчет там был, да? Да, у меня... 2020 год. Да, я сейчас езжу во все округа и пригороды сам для того, чтобы услышать прямые вопросы от граждан, чтобы посмотреть проблемные вопросы на месте. То есть стараюсь приехать пораньше, за час, и проехать уже по месту, болевые точки посмотреть. По Тулагина-Кильдямцам у нас есть много вопросов относительно развития агропояса. Вот если мы были во всех других пригородах, то там вопросы, в принципе, у всех одинаковые относительно дальнейшего развития социальной инфраструктуры. Детские сады, школы, переселения из ветхого уровня жилья. То в Тулагина-Кильдямцах отдельно стоит вопрос развития сельского хозяйства. Поэтому здесь вот... Ну, могу сказать, что в Тулагина-Кильдямцах необходимо рассматривать комплекс на развитие сельского хозяйства. Ну, понятно. Понятно. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Вы готовьте свои вопросы, можете высказать свое мнение, открытое предложение. Поэтому я думаю, что вот Евгений Николаевич Григорьев, исполняющий обязанности главы города Якутска, ответит на них очень подробно. А сегодня мы говорим про реализацию, значит, плана благоустройства нашего города Якутска. Поэтому вот сегодня Евгений Николаевич очень подробно об этом далее тоже продолжит рассказывать. Ну, сейчас мы уходим. Уйдем сейчас буквально на несколько минут на рекламную паузу, уважаемые радиослушатели. Потом вновь вернемся в нашу студию, и вы можете задать свои вопросы. А пока рекламная пауза. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот мне сказали, что к нам присоединяются наши телезрители и радиослушатели. Давайте послушаем тебе вопрос, Евгений Николаевич. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мы, жители Сатала, да, ждем, не дождемся, строительство школы, и детского сада. И хотели бы в год благоустройства у тебя тоже строить площадку в футбольном поле. Спасибо большое. Когда будет вот школа и детский сад? Большое спасибо. Добрый день. Здесь, да, согласен, то, что Сатал сегодня это уже полноценный микрорайон города Якутска. Сатал с очень быстрыми темпами строительства построен, заселен. Вместе с тем, как вы правильно заметили, выросло огромное количество потребностей, которые возникают у граждан. Да, сегодня объекты социальной инфраструктуры в Сатале стоят очень остро. Сегодня детишки Сатала ездят учиться и в Кангаласы, и в Жатай, и в Мархинску, и в городские школы. И строительство школы в Сатале для нас является тоже приоритетной задачей. Вместе с тем, нужно понимать, что рядом с Саталом у нас есть еще большой квартал северный, предоставленный для детей с многодетными семьями. Поэтому мы рассматриваем вокруг Сатала и в самом Сатале строительство школ тысячников. Сегодня есть утвержденные места для размещения в Тулагино-Кельдямском наследии и в северном школу тысячников. Проблема по Саталу в том, что в Сатале в самом нет земельных участков, которые были бы зарезервированы и отведены под строительство школ. Сегодня есть земельный участок, который попадает под ограничения, связанные с землепользованием застройки. При разработке и продаже самого собственника земельного участка Сатала на другим гражданам не была зарезервирована оставленная земля в необходимом площади для строительства школ. Но тем не менее мы, как город, понимаем эти вопросы и понимаем полностью чаяние жителей, которые живут в Сатале. И приоритетной задачей является строительство. Сегодня в рамках сотрудничества с госкорпорацией ВПРФ у нас есть план по реализации строительства 12 школ на территории городского округа в рамках национального проекта. Здесь нужно понимать то, что при реализации данного проекта будут обязательно построены школы две в северной части города Якутска, вокруг Сатала, и здесь для детишек появится условно в шаговой доступности возможность учиться там. Плюс у нас в Жатайе идет большая реализация определенного места для того, чтобы построить школу в сотрудничестве с ЕТЭКом. Школа будет совсем не нового подхода, новый образовательный подход будет там применен. Поэтому в ближайшее время вопрос со школой решится в Сатале. Плюс в Сатале у нас большая проблема с дорогами. Опять же, дороги, многие из них были размежеваны не той площади, которая необходима. Уличное освещение стоит большой проблемой в Сатале. Плюс в Сатале проблема, связанная с, в принципе, электроснабжением, потому что сегодня подстанции обслуживает сам Сатал. Необходимо передавать их на обслуживание в Якутск Энерго. Для этого необходимо признавать их бесхозными. Плюс сегодня от энергетиков есть вопросы к качеству, которое было выполнено этих электрических сетей. Ну, в общем, по Саталу нужно детально заниматься в ежедневном режиме. Уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны 320066, 321166. У нас сегодня в студии, как вы уже поняли, исполняющий обязанности мэра города Якутска Евгений Николаевич Григорьев. Сегодня мы говорим про трехлетний план благоустройства нашей столицы в 2021-2023 годах. Вот, Евгений Николаевич, такой вопрос, пока наши радиослушатели и телезрители будут дозваниваться. Какой-то практика, лучшая практика вы использовали при подготовке, разработке вот этого документа, плана трехлетки? Да, Юрий Николаевич, здесь есть четкое понимание, от чего мы отталкиваемся. Да. Хорошим примером и хорошей практикой реализации подобных программ является опыт Татарстана. В Татарстане принята программа, президентская программа Рустама Менинханова, называется «Наш двор». В рамках этой программы поставлена задача благоустроить все дворовые территории внутри Татарстана. Это более 6 тысяч дворовых территорий. Мы посмотрели то, как это реализуется у них сейчас, единый подход, единое оформление всех площадок и асфальтирование, и софинансирование граждан. Через управляющие компании, либо через прямые соглашения. Поэтому мы видим, как это работает в Татарстане и будем делать так же у нас здесь. Хорошо, у нас телефонные звонки, послушаемте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Через управляющую компанию, либо через прямые... Нету, да, телефонного звонка? 32-00-66, 32-11-66. Пожалуйста, уважаемые телезрители, радиослушатели, у вас есть сегодня возможность задать вопросы исполняющему главы администрации города Якутска Евгению Николаевичу Григорьеву. Евгений Николаевич, а если говорить о привлечении граждан, да вот какими методами, способами... Все-таки наши граждане, якутяне-то, жители нашего северного города, нашей столицы, они активные такие, да, люди, прогрессивные, я бы это в какую-то степень назвал. Но все-таки как вот их в этот раз подвигнуть на эти добрые дела? В любом случае, они уже были сподвигнуты при формировании первичной программы формирования современной городской среды ФСГС. Было проведено обширное голосование граждан, которые выбирали, где какие дворы, в какой очереди будут делаться. Плюс сегодня мы понимаем то, что в рамках вот трехлетия благоустройства мы уже сегодня активно призываем управляющей компании для того, чтобы часть работ, связанные с недорогих работ, да, озеленение, покраска и прочее-прочее, брали на себя управляющие компании. Плюс мы будем возвращаться к практикам и призывать, вовлекать население на субботники. Потому что одно дело, когда за тебя пришли в твоем дворе, кто-то сделал, а другое дело, когда ты сам принял в этом участие, и ты потом по-хозяйски к этому всему относишься. Основная мысль в том, чтобы люди стали воспринимать эти блага как свое, и тогда будет относиться бережно, и не будет там происходить никаких там актов вандального отношения к имуществу или прочего. Ну и главное, наверное, тоже создание каких-то рабочих мест, дополнительных, правильно? Правильно. Общественных. Так, ну что ж, у нас еще один вопрос, Евгений Николаевич. Давайте послушаем тебя. Алло. Алло, дарабларун. Ага, слушаем. Соколы берега. Ага, берем, берем. Ага. Беги бухатин гулях, колорачилар сибирский гусалок доктора Ребетч. Мен даталена кентằng36-компионал диммин, бқа бростар мандыктар сибирске улыстыға, отырысталбаларның бейлы ларпыттыра. Бейді, ойсталбалға, отырысы. Она, сол бұтын боланы бейбет, туақтар, олықталқтар декшлігт. Фатябы сүлге бейді, күйінду састу, күйінду састу, тоға бейді дағыны декшлігт. Ärген г Sometimes күлбе дей, Если у вас есть вопрос, то есть у вас есть вопрос. У меня тоже нет уличного освещения, и мы дорогу тоже сделали своими силами. ДСПК Олеся, где я живу, мы своими силами, соседями делаем. К сожалению, сегодня у нас отрасль ЖКХ в принципе недофинансирована, и здесь нужно выходить из этой ситуации. По уличному освещению, кратко говоря, смотрите, у нас 64% города только освещено. Есть понимание того, что необходимо еще около 7 тысяч опор, в том числе, чтобы осветить вашу улицу Степную. А здесь общая потребность в деньгах больше полумиллиарда рублей. Мы сегодня уже провели большую работу с правительством республики, чтобы в рамках увеличения коэффициента на столичные функции нам добавили дополнительные деньги. В этом году мы ожидаем около 100 миллионов рублей, которые будут направлены на два мероприятия. Уличное освещение и теплые остановки. Поэтому в ближайшее время начнем освещать. Так, слушаем очередной вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Турантаем. Слушаем. Иван Турантаем. Иван Турантаем. Пожалуйста, Евгений Николаевич. А второй телефон у нас. Давайте второй вопрос. Послушаем тогда. Алло. Алло, говорите. Не слышно. Хорошо, Евгений Николаевич. Да. Пасхан Драуран Иван. Переведя на русский язык, тогда вопрос ставится следующим. То, что зеленстрой необходимо возобновить работу по озеленению для работ, связанных с озеленением города Якутска. Здесь шире отвечу. Здесь, в принципе, вопрос озеленения города Якутска нужно ставить уже совсем под другим углом. Это не должно быть факультативным мероприятием. Озеленение города Якутска сегодня необходимо делать комплексно и постоянно для того, чтобы избавиться, во-первых, от пыли, во-вторых, чтобы город обрел какую-то комфортность для жителей. У нас крайне мало зеленых зон. У нас один парк всего. На весь город один парк. Я ужаснулся, недавно посмотрев генеральный план города Якутска старый. Он зеленого цвета. Сейчас текущий генеральный план я посмотрел, который с 2013 года. Он уже желтого цвета. Все в ЕЖС переведено. Поэтому сегодня уже нарубили дров условно. Надо возвращать зеленые пространства к городу. Это легкие города. Поэтому есть в планах строительство двух лесопитомников, исходя из которых будет высадка уже разных пород деревьев. Нужно в городе сажать деревья и многолетние кустарники. Не надо заниматься цветами. Только цветами это вопрос не решает. Это раз. Второе. Исходя из дворовых территорий, относительно того, чтобы забрать места у детских площадок под автомобильные парковки. Но здесь сколько людей, столько и мнений. Потому что мы сегодня, если начнем урезать детские площадки, завтра будут стоять наши дети с мамами. И что мы им скажем. Поэтому здесь необходимо смотреть комплексно. В каждой конкретной дворовой территории есть всеразличные варианты для того, чтобы делать какие-то этажные парковки, какие-то иные пространства. Потому что количество автомобилизаций сегодня очень большое. 120 тысяч автомобилей в городе Якутск. Хорошо. Евгений Николаевич, мы продолжим ответы на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Сейчас буквально мы уйдем вновь на одну рекламную паузу. Потом вновь вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами, уважаемые телезрители и радиослушатели, жители города Якутска. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Евгений Николаевич, вот мы там до ухода на рекламу отвечали на вопросы Ивана Турантаева. Там еще у него два вопроса было. Да, по парковкам и по Совету Старейшин. Совет Старейшин 100% согласен, нужно повлекать. По организации парковочного пространства дополнительно надо в каждом дворе проводить публичные слушания. Вместе решать с жителем. Хорошо. Давайте у нас еще вопросы идут на прямой эфир. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы села Хатасы звоним, микрорайон Даниловка, бывшая, сейчас переименовали Дярен. В общем, у нас на участке нет дорог, газа, да, ну, новые участки. И у нас каждый год проблема с сугробами, весной, с грязью, с лякотью. Вот, и хотели бы, чтобы вы обратили внимание на наши участки. Так, второй телефон. Алло. 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 Да-да. Вы в эфире, а, говорите, пожалуйста. А, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да. А, говорите, что, чтобы вы, чтобы вы решили, чтобы вы решили, что вы решили, что вы решили. А, давайте. — Хорошо, спасибо. Так, Евгений Николаевич, хатасы? — По первому вопросу, по хатасам, грейдированием территории внутри пригородов у нас будут заниматься теперь пригороды, мы будем доводить им деньги, и они должны уже отконтрактовываться. — Здесь давайте рассмотрим комплексный вопрос того, сколько и где грейдируют, сколько людей живет. Относительно газификации у нас в принципе большая проблема по республике и по городу отдельно стоит, по дефициту пропускной способности. Здесь принципиальные решения приняты, будут дополнительно доводиться деньги из республики для устранения дефицита, и тогда уже будут быстро газифицироваться районы пригородов. — Это раз. По второму вопросу, возвращаясь к теме образования, у нас сегодня 48,5 тысяч учеников в школах учатся, 52 школах, из них порядка 13 тысяч изучают родной язык. — Ежегодно это количество растет, поэтому сегодня мы очень большое внимание должно уделяться тому, чтобы родной язык остался родным языком, и он обязательно изучался для всех желающих. — Для любого, кто желает изучать язык родной, он должен быть, эта возможность легко даваться. — Так, еще наши вопросы наших радиослушателей, телезрителей. Алло. — Алло, здраво, здраво. — Здраво. — Здравствуй, здраво. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok